Что скрывают о себе богатые люди в Казахстане? Об этом мы сегодня с вами поговорим. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Анализ списка богатейших людей на планете показал, что большая часть миллиардеров все-таки получили диплом в вуза. Но за успехом знаковых людей 21 века всегда стояло недополученное фундаментальное образование, латентный стресс и большая мечта. О казахских миллиардерах информации ничтожно мало. Что же сыграло решающую роль в их успехе? Образование или происхождение, удача или терпение? Мы сегодня попытаемся это понять, изучив скупые биографии богатейших людей страны, входящих в последний список местного Forbes KZ. При этом мы прекрасно понимаем, что незаслуженно обойдем внимание линевых миллиардеров и миллионеров. Семья номер один. Самая богатая женщина Казахстана Динара Кулибаева в 1989 году окончила Московский государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского. Через 10 лет получила степень магистра делового администрирования КИМЭП, а в 2007 году защитила докторскую диссертацию на тему «Методологические основы управления образованием системой школ международного типа». Ее супруг Тимур Кулибаев, выпускник РФМЭШ и МГУ. Их совокупное состояние составляет почти 6 миллиардов. Нурали Алиев, выпускник экономического факультета КАСПИ, но кроме этого обучался в Пепердайн Юниверсити в Соединенных Штатах и Интернешнл Юниверсити Австрия. В международной школе бизнеса МАДЕС Юниверсити. Имеет степень МВА. Западное образование позволило заработать ему примерно 195 миллионов долларов. А Кайрат Баранбаев, видимо, посчитал, что диплом Казахского института физкультуры ему явно не по статусу и в 2000 году окончил Юрфак КАСГУ. И при этом еще и кандидат педагогических наук. Все это позволило ему создать в том числе сеть ресторанов Макдональдс. Тем не менее, скромное образование не помешало ему заработать 590 миллионов долларов. В списке местных богатеев нет других членов самой влиятельной казахской семьи Дориги и Али Назарбаевых. А между тем, депутат парламента имеет весьма престижный диплом МГУ, а также КАСГУ. Она доктор политических наук и кандидат исторических наук. Ее младшая сестра закончила факультет международных отношений в Лондоне. Джордж Вашингтон Юниверсити. Казахскую государственную юридическую академию, КАЗНУ. Она имеет степень магистра экономики и бизнеса по специальности экономика управления инновационной экономикой. Все это обилие дипломов дает им право претендовать на статус самых образованных членов своего клана. Таким образом, можно сказать, что члены First Family достаточно образованы. Но насколько это отразилось на их бизнес-империях, сказать трудно. В круге первого. Среди старожил списка богатейших можно отметить Булата Утимуратова. Он яркий образец того, что образование не имеет решающего значения для богатства. Его скромный диплом Нархоза позволило заработать 3,5 миллиарда долларов. И в качестве вишенки на торте приобрести свой Альма-Матер. Владимиру Киму выходцу из юга оказалось достаточно закончить Алма-Атинский архитектурно-строительный институт в 1982 году, чтобы заработать 4,7 миллиарда долларов. Алимджон Ибрагимов имеет советский диплом Московской ветеринарной академии, позже дополненным Московским институтом управления. Однако, судя по происхождению, его 980 миллионов долларов, оба диплома ему явно не пригодились. Состояние этой тройки создано в конце прошлого века на развалинах огромной империи, когда предприимчивость не имела никаких отношений к уровню образования. Достаточно было оказаться в нужном месте в нужное время. Семья Сарсеновых, Беловичей и Клебановых тоже едва ли поддерживают тезис о необходимости профильного образования. Все они получили его еще в СССР и разбогатели явно не по специальности, исключая разве что патриарха строительной отрасли Беловича, закончившего ААСИ. Клебанов по специальности медик, а Рашид Сарсенов – инженер-электрик из Политехнического института. Младотюрки. Образ вузов, которые закончили более молодые олигархи, говорит о том, что их уровень образования несколько выше, чем у тех, кто имеет в нашем общеспецифическом статусе агашек. Некую коррекцию между образованием и состоянием 4,2 миллиона можно при желании найти у Вячеслава Кима. Это самый богатый человек из второй волны состоятельных людей Казахстана. Рискнем предположить, что учеба в РФМШ оказала на него гораздо большее влияние, чем Алма-Атинский государственный университет имени Абвая. Впрочем, он также закончил малоизвестный российско-казахстанский современный гуманитарный университет по специальности финансист в 2002 году. Буквально ворвался в наш престижный клуб Михаил Ламтадзе – 3,9 миллиарда. Вот он – яркий образец того, что состояние можно сделать не на доступе к госресурсам, его образование вполне типично для коллег по американскому Forbes, куда он, кстати, и вошел. В его бэкграунде степень BBA в European School of Management Грузии в 1997 году и степень NBA в Harvard Business School в 2002 году. А в относительно скромных дипломных факультетах экономики и управления Московского государственного университета имени Целковского позволил Кимуру Турлову заработать 2 миллиарда долларов. Не менее амбициозный Кеннис Ракишев заработал свои миллиарды с целым веером дипломов. КАЗГЮА – Казахский экономический университет имени Рыскулова. А для пущей убедительности в 2007 году получил диплом Международной бизнес-школы Oxford State Business School по дисциплине Advanced Management, а также сертификат London Business School по дисциплине Developing Strange for Value Creations. Нурланд Смогулов имеет состояние 710 миллионов долларов, закончил КАГУ факультет биологии и химии, но по специальности поработал мало, как и большинство молодотюрков. Среди них в этом смысле выгодно отличается Айдин Рахимбаев, закончивший Целиноградский инженерно-строительный институт, а в 2002 году получил степень магистра юриспруденции в Евразийском национальном университете имени Гумилева. Чтобы закрепить результат в 2007 году, степень NBA в Международной академии бизнеса с 2019 года обучался в программе OPM в Harvard Business School. Даньяр Абулгазин и вовсе окончил высшую школу КГБ СССР имени Сдержинского в 1991 году по специальности военный инженер радиосвязи, а потом и Казахский национальный технический университет имени Садпаева в 2003 году по специальности инженер-экономист. Вообще кузнецами олигархов можно назвать КАЗГУ и Политех, при этом многие из них предусмотрено запасаются дипломами юриста и в других вузах. Возможно он им когда-нибудь действительно пригодится. В целом можно выделить несколько закономерностей. Успешных людей нашей страны, увы, подтверждают тенденцию простых смертных. Тех, кто заработал по специальности своего диплома единицы. Среди них можно назвать, например, Бахыта Байсиитова, который в сумерках СССР окончил Московский финансовый институт и Нархоз. Или Марата Сарсенова, закончивший Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет. И, собственно, заработавший на этой весьма перспективной отрасли. Второй закономерностью можно назвать то, что, закончив советский вуз, наши бизнесмены дополняли его всякого рода престижными бизнес-школами Запада. Однако, скорее, это дань моде и статусу. Едва ли им сильно пригодились полученные там знания, поскольку постсоветский капитализм это прежде всего связи и счастливый случай. Впрочем, то же самое можно сказать о любом богатом человеке, но, пожалуй, у нас это имеет гораздо большее значение, чем в мире. Проверить гипотезу о том, что за успехом каждого миллиардера стоит какой-то психологический триггер довольно сложно. Наши капиталисты крайне неохотно говорят о себе, тщательно фильтруя любые публичные упоминания. Поэтому нам трудно сказать, как выглядит их большая мечта и есть ли она у них вообще в принципе. Однако, всякие рода легенды о знакомых людях последних 100 лет говорят о том, что деньги были для них не целью, но только инструментом реализации своей миссии. Возможно, дело в легитимности происхождения их капитала, а наши капиталисты, увы, далеко не все могут этим похвастаться. Видимо, это издержка роста тоталитарных экономик. Ну а что вы думаете по этому поводу, обязательно напишите в комментариях, будет очень интересно почитать. Всем огромное спасибо за просмотр, до новых встреч.